В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. Глава Ленинского городского округа Станислав Катаров провел личный прием жителей. Очень благодарна за подобный формат работы. Все по плану. Депутат Московской областной думы Владимир Жук проверил ход работ по благоустройству. Поменять формы, они же все уже устарели. Очередной форум День соседей прошел во дворце культуры Видное. Были озвучены инициативы жителей района, очень важные. Я считаю, с удовольствием проголосовалась за них. В здании администрации муниципалитета прошел очередной личный прием главы Ленинского городского округа Станислава Катарова. Какие вопросы обсуждались на встрече, узнаем в нашем следующем сюжете. Почти три часа продолжался личный прием главы Ленинского городского округа Станислава Катарова. За это время удалось обсудить множество тем – благоустройство, ремонт дорог и тротуаров, расселение старого фонда в поселке Развилка. Первой темой встречи стала школа в поселке Горки-Ленинский. И здесь есть новости одной из зданий, а именно начальная школа признана объектом культурного наследия. Так как это культурное наследие, естественно, мы его будем только реконструировать и восстанавливать. Приводить к тому виду, который исторически был заложен, естественно, применяя все самые современные технологии, которые позволят сохранить этот облик. Следующий этап – это, конечно же, строительство на территории вот этого большого корпуса. И далее, значит, нормального, качественного, хорошего образовательного учреждения, которое бы закрыло потребность не только тех детей, про которых вы сегодня сказали, но и позволило сделать современную образовательную среду для еще большего количества наших детишек. Ольга Заврина, председатель товарищества собственников недвижимости одного из домов по Белокаменному шоссе, пришла с просьбой заключить договор с муниципальной управляющей компанией. Частная, которая работает сейчас, жильцов категорически не устраивает. Более того, поданы иски в суд. УК МБУ благоустройства. Так. Вот мы хотим бы ТСН заключить договор управления так же. Мы имеем на это полное право ТСЖ. И на основании договора управления они так же будут управлять. Если сейчас сразу бы находится в банкротстве, это проверить, посмотреть, какая ситуация у них сейчас там как развивается. Можем ли мы по КЧСу, еще каким-то, я сейчас накидываю просто, обязать или завести на этот дом нашу управляющую компанию муниципальную. Постановление 16.16 по временному управлению. Но если есть данный вариант, он не подходит. Не попадает в действие данного постановления. Данная ситуация требует дальнейшей проработки. Многое будет зависеть от решения суда. Также глава муниципалитета и его заместители выслушали предложение по улучшению качества административной работы на территории округа и ответили на многие юридические вопросы, поступающие от жителей. Канализация, которая у нас идет на деревню Слобода, и сегодняшний день она висит в подвешенном состоянии. Значит, просто нужно тогда будет определиться нам по статусу раз и навсегда. По этому вопросу Станислав Катров дал поручение соответствующему блоку передать очистные сооружения на содержание ПТО ГХ. Необходимо выделение денежных средств, оформлять это все правильно в собственность муниципалитета, передавать в ПТО ГХ. Если необходимо изыскивать средства на то, чтобы до очистки какую-то делать или еще что-то, мы должны с вами это сделать, может быть, даже попадать в программу Московской области. Личный прием главы муниципалитета проходит на регулярной основе. Информацию о том, как записаться, можно найти на сайте администрации. Екатерина Коваленко, Евгений Бех, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. В Аладарской школе прошла встреча главы Ленинского городского округа Станислава Катарова с местными жителями в формате выездной администрации. Заместители главы и муниципальные депутаты также приняли участие в открытом диалоге. Подробности встречи узнала наш корреспондент Юлия Стаферова. Выездная администрация – еще один формат общения с жителями. Это не кабинетная встреча со специалистом одного профиля, а комплексный подход, который позволяет гражданам на одной площадке узнать всю необходимую для себя информацию по совершенно разным направлениям. У нас был комплекс вопросов. Это касается благоустройства нашей деревеньки. Древне-большой Саврасово транспортной проблемы, электросетей, нашей замечательной мусорной площадки, и сохранение нашего исторического наследия в долине реки Пахры. Несмотря на то, что глава муниципалитета Станислав Катеров, его заместители и депутаты Ленинского городского округа принимают сразу большое количество вопросов, все равно им удается найти пути их решения. За такое внимание люди остаются довольными и благодарными. У меня сегодня было несколько вопросов, касающихся наших дорог, нашей школы, экологии, уборки. И, в принципе, я все их решила с помощью заместителей нашего главы. Очень благодарна за подобный формат работы. Именно такая форма общения, по мнению местных жителей, очень удобная. Просто поехать, допустим, в администрацию, и записаться, и ждать очереди. И вот это вот само ощущение, что это ты, ну, недоступность какая-то, да. А здесь снимается этот барьер, и тебе просто по-человечески объясняют так, как нужно. И все оказывается очень просто. Все просьбы и предложения, которые были озвучены на выездной администрации, были записаны для дальнейшей работы. А так как такой открытый диалог успешно себя зарекомендовал, то такие встречи населения с органами местного самоуправления продолжатся. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Максим Константинов, Видное ТВ. Близится конец лета, и работы по благоустройству завершаются. Некоторые объекты посетил депутат Московской областной думы Владимир Жук. Вместе с представителями управляющей компании и местными жителями было проверено качество работы, намечены планы на будущее. Этот дом на Жуковском проезде был построен в начале 2000-х. И, конечно, ремонт уже был крайне необходим. Сейчас подходит к завершению работы по ремонту входной группы. Здесь поменяли двери, переделали лестницу и провели отделочные работы до первого этажа. Сейчас идет голосование в общедомовом чате за оттенок краски для стен. На встрече с депутатом Московской областной думы Владимиром Жуком жители выразили опасения по поводу сделанного пандуса. По их мнению, он слишком скользкий, а угол наклона большой. На каждой группе эти скользящие полосы не работают. А, все, если только вот они? Помимо этого, один из серьезных вопросов в этом доме – лифты. Жильцы высказали пожелание их заменить. Лифты уже старые, ломаются. Владимир Жук порекомендовал местным депутатам включить адрес в региональную программу замены лифтового оборудования. Визит «Видное» продолжился обходом территории, прилегающей к домам 15, 17 и 19, по проспекту Ленинского комсомола. Депутат посмотрел детскую площадку, которую уже переделали по запросам жителей. Тут и шведские стена, и кольца, и да, ну то есть вот все, что необходимо – три горки, двое качелей. Между домами 35 и 15 разговор зашел о реконструкции площадки для выгула собак. Она здесь одна на большое количество домов. Наталья Новикова рассказала, что площадка пользуется популярностью, но условия уже не те. Она вся сгнила, сама вот эта сетка, все это сгнило давно. Увеличить ее по площади? Да, конечно, это было бы хорошо. Насколько возможно. Поменять формы, они же все уже устарели. Да, да, да. И, конечно, забор уже не сетку рабится, а уже такой, который нужен. Работы по благоустройству и укладке асфальта планируют завершить уже к первому сентября. Более масштабные проекты будут реализованы в следующем году. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Во дворце «Культура Видное» прошел форум «День соседей». На нем активные жители смогли в формате прямого диалога решить интересующие вопросы с профильными службами, а также предложить собственные инициативы по благоустройству города и округа. В муниципалитете регулярно проводятся встречи жителей с профильными службами, представителями ЖКХ и управляющих компаний. В ходе таких мероприятий каждый желающий может предложить идею по благоустройству территории, а также в формате прямого диалога получить ответ на интересующий вопрос. На форуме «День соседей» у жителей появилась возможность предложить свои инициативы широкой аудитории. В ходе форума обсудили инициативы, которые уже удалось реализовать. Благоустройство парка «Высота» на улице Ольховая, увеличение количества транспорта на маршруте 379. Также в ходе диалога определили ряд задач, которые необходимо выполнить. Это увеличение и обновление автопарка общественного транспорта муниципалитета, а также замена и модернизация детских игровых площадок. В конце форума «День соседей» активные жители приняли участие в голосовании за определение приоритетных инициатив. Были озвучены инициативы жителей района, очень важные, я считаю. С удовольствием проголосовала за них, потому что нам жить и наше будущее мы определяем, в том числе и здесь и сейчас. Все помогают, все работают, процессы не останавливаются, идем. На форуме присутствовали более 200 человек, которые выразили интересы и предложения по развитию городской среды и благоустройству. Инга Инчук, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Две бригады врачей и фельдшеров Видновской подстанции скорой помощи вернулись из приграничных районов Курской области, где в течение недели помогали в транспортировке пострадавших в медучреждения и оказывали первую помощь. Как прошел выезд бригады, узнаем у Инги Инчук. Подмосковье – один из первых регионов России, который отправил выездные бригады скорой помощи в Курскую область. Врачи из Видного заступили на работу 7 августа, и за пять дней им удалось спасти более 20 человек. Наша задача входит в оказание экстренной помощи пострадавшим на территории Курской области, организация межбольничной эвакуации. Наши бригады доставляют пациентов для эвакуации на борта самолетов. Мы сопровождаем пациентов при эвакуации автомобильным транспортом. В настоящий момент на территории Курской области работает 6 выездных бригад. И пока на смену заступает новая группа, видновские специалисты только вернулись из приграничной зоны. Нам позвонили с руководства станции, Московская областная станция скорой помощи, и сказали, что необходимо выехать в Курск для оказания скорой медицинской помощи. Также мы пациентов доставляли, собственно говоря, в военный госпиталь, и доставляли по санавиации в город Москву для дальнейшего лечения. Видновская бригада состояла из фельдшеров и врачей и могла оказывать самые разные виды помощи. Именно поэтому она работала с особо тяжелыми пациентами. Дарья Маняева отмечает, это был ее первый подобный выезд, но стремление оказать помощь было сильнее страха. В нашей машине находилось аппарат искусственной вентиляции легких, дефибриллятор на случай оказания экстренной помощи, реанимационные, у нас есть наборы для взрослых, для детей, травм-наборы, кислород, аппарат ингальционный, вот наш непосредственный ящик с лекарственными препаратами, ЭКГ-аппарат. Все опережены, всех мы довозили в стабильном состоянии и всех довозили сюда, в Москву, на санавиацию. Видновская бригада скорой помощи сутками дежурила у места временного размещения жителей в Курской области и незамедлительно оказывала помощь всем пострадавшим. Инга Янчук, Евгений Бех, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. В преддверии нового учебного года в Никольском храме села Ермолина прошла традиционная благотворительная акция «Собери ребенка в школу». Многодетная семья Киш получила в подарок школьные рюкзаки. Уже не первый год в Никольском храме в середине августа ребята из многодетных семей и дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получают в подарок школьные рюкзаки с канцелярскими наборами. Помогает приобрести портфели верный друг прихода, предприниматель Андрей Макалкин. Настоятель Виктор Естремский вручил подарки прихожанам храма семье Киш, которая воспитывает пятерых сыновей школьников. В Подольской пархе и во всей Русской Православной Церкви в нашем Видновском благочении в преддверии начала учебного года проходит акция «Собери ребенка в школу». И в нашем храме она проводится ежегодно. Уже стало традиционно, когда мы из числа наших прихожан, жителей Видновской земли, напутствуем детей не только добрыми словами, но и всем необходимым для учебного процесса. Это и рюкзаки, и школьные принадлежности, и также сладкие угощения. Самый старший, уже 11-классник Макарий, рассказывает, что ему очень приятно такое внимание. А новые тетради и ручки пригодятся для достижения поставленных целей. На протяжении всего лета работаю, занимаюсь, готовлюсь к игре. Буду сдавать информатику, профильную математику, думаю, сдать на стол. Ну, поживем, увидим. К ней особенно я готовлюсь. И русский. Хотел бы куда-то, хотел поступить бы мурден или мяс. А младшие братья остались довольны сладкими подарками. Было приятно получить подарки к учебному году. Как рассказал настоятель Никольского храма, села Ермолина Виктор Естремский, благодаря неравнодушным жителям и прихожанам удается помочь многим людям и оказать необходимую поддержку. Наталья Буслаева, Евгений Бех, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. В детском лагере «Колобок» внедрили всероссийский образовательный проект «День цифры». Он прошел в виде квиз игры и познакомил детей с цифровыми технологиями, профессиями в IT-сфере и алгоритмами искусственного интеллекта. В детском лагере «Колобок» «День цифры» провели в интерактивном формате. Квиз прошел в три тура – текстовый, графический и аудиовизуальный. Детей разделили на четыре команды, каждая из которых стремилась дать как можно больше правильных ответов. Такое мероприятие проводится впервые, но для нас это не в новинку, так как информационные технологии мы, несомненно, применяем в своей работе. У нас есть кружки, такие как робототехника, мультистудия. «День цифры» – это знакомство детей с современными технологиями, разнообразием IT-профессий, а также информационной безопасностью. Это особенно важно для подрастающего поколения. В настоящее время дети очень часто используют гаджеты. И наша задача – научить их безопасному поведению в сети. Использование игровых элементов в программе повышает мотивацию, внимание и интерес ребят к сфере информационных технологий. Для многих детей полученные знания могут стать первым шагом в успешной карьере не только в сфере программирования. Я хочу стать дизайнером, мне тоже надо будет знать вот эти все программы разные, уметь пользоваться компьютером, например. Я хочу стать хирургом, и им очень много помогает. Во-первых, учиться можно онлайн, вот эти вот все технологии. Потом у нас даже сейчас будут специальные устройства, которые будут, например, сами делать некоторые операции. Проект организован Минцифры совместно с Минпросвещения России в рамках национальной программы «Цифровая экономика». Благодаря такому дню дети узнали новые факты и посоревновались в знаниях. А в конце мероприятия каждая команда получила дипломы. Дмитрий Книга, Евгений Бех, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч.